Вопросы о том, что вы попадаете в нижнюю сферу? Вопросы о том, что мысль в виде причины связи попадает куда-то и потом она управляет через общую сферу, существует другой принцип, принцип мгновенного управления, который базируется на системе автономности области. То есть вы так структурируете свое сознание, что область для акта спасательного управления становится автономной, то есть она становится изолированной. И тогда любое ваше мышление в сторону того, что должно быть в норме, приводит к нормированию области. Это первое. И второе, если вы даже туда попадаете, в эту область, то так как вы имеете настройку на норму всех событий, изначально у каждого она есть, то вы все равно нормируете. То есть задачей является, во-первых, попасть, во-вторых, уже там управлять. С точки зрения там, все равно, что вы решаете задачи, какие-то, как-то мыслите, строите систему в виде образов, вы можете строить просто в системе управления. Например, может взорваться ядерный реактор, что для этого нужно? Например, чтобы он, с точки зрения развивающих процессов там, чтобы он не взорвался, значит, нужно что-либо сделать. Во-первых, есть обычная точка зрения, почему он может взорваться и что нужно сделать, который существует в рамках, например, атомной станции или в рамках какой-либо системы, любой, необязательно ядерный реактор. Но ваша задача выделить сферу управления, то есть не то, что известно, предположим, всем там или какому-то лицу. Ваша задача в данный момент выявить, что вы должны сделать, чтобы остановить данный процесс как бы неблагоприятный или привести просто в норму. Для этого вот и существует позиция, когда вы берете информацию с внутренней поверхности сферы управления, просто настраиваетесь, как бы смотрите, ну, находясь в комнате, здесь я могу, например, посмотреть на потолок или в какую-то точку и увидеть там что-либо. А потом я могу там открутить лампочку, там, например, или какой-то плафон. То же самое вы настраиваетесь на систему изнутри и берете информацию с нее, то есть как бы откручиваете эту лампочку или плафон. Делаете это безопасно для всех. Когда вы берете информацию и стягиваете внутрь сферы, в центр этой сферы, то вот глобальная система надстроечная по системе макроспасения и частная, они в точке перехода, в центре этой сферы соединены в одну бесконечно удаленную точку от вашего сознания. Вот этот термин надо вам как-то запомнить. То есть эта точка, она бесконечно удалена от вашего сознания. Значит, так как вы работаете в области восприятия, а там есть точка, область сознания, область восприятия, любая другая точка, вы должны для себя определить, какая область является бесконечно удаленной точкой или областью от вашего сознания. И при этом поместить эту область геометрически, ну, условно говоря, в ту же сферу. То есть вы фактически ее обозначаете, что данная область является бесконечно удаленной. Хотя мы не вводим понятия физического или временного удаления. И вот как только вы ввели эту область, то вы получаете совершенно уже, в общем-то, конкретно получаете настоящий аппарат или инструмент для мгновенного управления. То есть настраиваясь на эту область, вы получаете мгновенный вход в любую систему, значит, которая уже учитывает наличие глобальной сферы управления, что вы там ее фактически прошли и сгармонизировали информацию. И в этой области, настраиваясь на эту область и помещая как бы в эту область, ну, фактически какое-то событие, вы его нормируете. То есть все действие занимает, ну, там, какие-то миллисекунды. Отрабатывая какие-то вот элементы, которые касаются конкретно системы спасения, надо иметь в виду, что вы должны здесь абсолютно однозначно видеть и знать, что речь идет об управлении реальностью, а не экспериментальным уровнем, который вы можете создавать там или не создавать. И вот когда вы посмотрите мои там протоколы, там, работы, предположим, в авиации и так далее, я просто работал в производстве. И это просто протоколы, они фиксировались, как результаты работы. То есть на самом деле в любом случае вы увидите, что я просто всего лишь навсего как бы работал на реальном управлении и все. И поэтому, когда вы работаете с реальным управлением, там учитывается, что реальность, она такова, что вы, значит, можете ею управлять, но при условии, что там, именно в сторону спасения, что там вообще надо применять. А лучше вообще, самый основной принцип, не допускать. То есть применение того, чтобы что-то нужно было спасать. И поэтому смыслом тренинга будет являться вашего то, что вы любые свои события, причем те, которые вам нужны, события реальные в вашей жизни, должны будете, значит, таким же образом, как вот я объяснил, значит, преобразовывать в виде неких, например, оптических элементов восприятия и уже данной оптикой управлять и смотреть, как это, ну, вам помогает, скажем, решать ваши задачи. То есть тренингом может являться только то, что вы делаете реальное, что нужно вам. Потому что в этом случае вы находитесь именно в системе реальной информации. Поэтому то управление, которое я сказал, на событиях, так скажем, каких-либо специально создаваемых для того, чтобы тренинг, значит, каким-то образом улучшать, на таких событиях это не очень целесообразно делать. Нужно делать на тех событиях, которые касаются лично вас или там всех окружающих. И в связи с этим вы будете находиться все время в системе реального управления. По крайней мере, не будете создавать излишних областей. Но научившись управлять в системе, так скажем, своих реальных событий, вы все равно должны понимать, что какой-либо момент реальности, которая может быть следующим, он может быть совершенно другим. А понятно, что спасение какого-либо другого технического объекта, это уже что-то другое. Но это еще идет о том, что могут быть совершенно неизвестные явления, там, реальности, от которых тоже нужно спасать себя и других, и так далее, возможно. Поэтому целью будет являться научиться иметь такое состояние духа, фактически как определенную работу души совершать, при котором вы точно будете уметь спасаться и спасать при любых ситуациях. То есть речь идет в данном случае о развитии духовного статуса. И поэтому, когда мы говорим уже о духовном статусе управления, то вот эта вся построенная на уровне мысли периферическая система, хотя мысль, конечно, содержит духовную компоненту естественную, и даже по системе общей связи, но тогда уже будут эти управления за счет импульсной системы, которая может воспроизводить дух. Так вот, духовное — это состояние, некое состояние. Это технология управления через состояние. Значит, вот на данном уровне я завершаю ту часть лекции, которая была в виде монолога. Значит, и в качестве самостоятельной, это уже домашней, так скажем, работы, к следующей лекции, необходимо будет найти на уровне оптики, на уровне оптической системы, переходы. Значит, каждый может это сделать по-своему. От технологии управления мыслью, где мысль выражается в виде элементов четкого восприятия и подконтрольно сознанию. То есть мышление — это алгоритм, который может быть в виде образов. Перенеся в систему управления, вы получаете управление образом, то есть реальными событиями. Это то, что я рассказал на примере тех же зеркал и передачи информации. В качестве домашнего задания нужно будет самостоятельно разработать метод. Пусть это будет там, буквально там, полстраницы как-то написано. И это может быть в виде математического выражения, в виде фраз и так далее. Каким образом подобную систему построить на уровне духовного управления? Понятие духовного управления — это то же самое, та же область восприятия, где вы рассматриваете не работу, например, мысли, а работу духа. При этом управление, назовем так, управление через состояние. Управление через состояние. Чтобы более конкретно это пояснить, я сейчас объясню. Один из фактов был у меня в моей практике — это общение и работы реальной с пилотами. Я занимался тем, что диагностировал самолет Ту-44, который долго очень стоял, больше пяти лет. Это была совместная программа правительства России, по-моему, Boeing, NASA и так далее. Какие-то еще были разработки научные, дополненные. Испытывалась летающая лаборатория. И вот там получилось так, что вторым пилотом был Веремей Борис Иванович, это известный летчик-испытатель. Так вот, из его случаев, конкретные случаи, которые он рассказал, первый, например, сам Веремей Борис Иванович, он как-то был в такой ситуации, что самолет начал падать, заглохли двигатели. И, тем не менее, он, значит, не катапультировался, но сумел поднять самолет. И вот когда рассчитали параметры, когда двигатели снова завелись, и когда он как бы вышел из пикирования, и самолет, значит, снова стал набирать высоту, то физических параметров, которые бы, значит, обеспечивали подъем при такой точке высоты, уже не было. То есть физически он не мог бы никак, даже если в двигателе и завелись, он не мог его, вообще говоря, поднять. Значит, получается, что был применен параметр управления. Второе, значит, случай был, когда у него вырвало в полете, значит, очень большое количество, как бы, из планера. Планер, в принципе, в таком состоянии не мог лететь. Но, тем не менее, как он мне объяснял, он сосредотачивался и, как бы, заменял отсутствующие физические возможности своим сознанием. Он, тем не менее, самолет посадил. Еще один из случаев, который, уже говорит о самоуправлении, значит, испытывался самолет, также участником был Веремей Борис Иванович, испытывался самолет, значит, который при посадке, значит, он каким-то образом о берег Москвы-реки ударился. И вот кабина отлетела просто, метров на 150 примерно. Значит, ну, нижняя часть отвалилась, кабина отлетела, и вот она стояла, ну, как бы, как в виде конуса, основания которого на земле. И один из пилотов, это не Веремей Борис Иванович, но один из пилотов, как он мне рассказывал, он вылез через маленькое окошко вместе с рюкзаком, вот которое, значит, в пилотской кабине, оно небольшое, там даже рюкзак нельзя вытащить. Тем не менее, когда приехала, значит, эта группа, в общем-то, по спасателю, он уже ходил вместе с рюкзаком, значит, вне этой кабины, и когда спросили, как он, он говорит, я вылез, и все, в общем, смотрели, да, что он через этот маленькое окошко вылез. Но в обычном состоянии, даже рюкзак оттуда, как он сумел деформироваться и вылезти, это вот возможности, опять же, самоуправления. То есть, это вот конкретные факты управления, которые проявляются на уровне принятия, значит, духовных каких-либо позиций, или же работают в экстремальных условиях. Ваша задача, эти элементы реальности перевести в логическую фазу и через логику делать то же самое и не, как бы, самое первое правило, не допускать того, чтобы это нужно было применять. А второе, это можно делать не только по отношению, не только может делать сам человек по отношению к себе, это можно делать по отношению к любому удаленному на любое расстояние объекту. Так что вот просто из конкретной практики, значит, те данные, которые я привел, потом посмотрю, там был протокол, он еще написал по моей работе, вот, например, по тому же ТУС-44, его тоже посмотрите в связи с этими случаями, посмотрите на эту информацию. Это я в следующий раз вам принесу, этот материал. И продумайте над тем, что если можно осуществлять и практически, и теоретически, и приборно, и плюс доказанно в том числе фундаментальной математикой, можно осуществлять управление через структуру своего сознания, и это есть элемент, который на любом расстоянии может превратить фактическую катастрофу, причем в глобальном ее понимании, то может так получиться, что данный элемент в системе разных государств, значит, разных, логически даже так может получиться, разных политических систем, разных, например, технологий уничтожения, производимых либо террористами, либо государствами, он может оказаться единственным. То есть, поэтому, если говорить о реальном спасении, то технология развития собственного сознания это может являться единственным инструментом, через который могут люди с точки зрения бесконечного воспроизводства спастись. на этом я сейчас заканчиваю свою, так скажем, часть, видимо, налога, поэтому, как я и говорил, у нас еще вот есть, получается, примерно полчаса на то, чтобы, если у вас возникли вопросы, вы можете их задать. Дмитрий Петрович, есть, с вашей точки зрения, какие-то ограничения, скажем, применимости метода, какие-то показания, противопоказания, ну, немножко более, скажем, в каких условиях и при каком там заказе, вот, предпочтительней, или это совершенно абсолютно универсальный, безграничный, за бесконечными возможностями метод, или же у него есть какие-то специализации, какие-то ветви реализации. Вот это вот. Конечно, это вот, как вы сказали второй раз, это совершенно безграничный по возможности метод управления, потому что он основан только лишь на собственном сознании человека, и при этом на определенном, уже доказанном уровне, который был доказан и математически, и в экспериментах, где вот сказано, что если опираться на собственное сознание, и это вот в этой книжке есть, прикладная структура создающего вас информации, то так как сознание участвует в элементе как бы безусловного развития, которое от создателя этот элемент существует, где все должно развиваться и не должно разрушаться, то получается в этой технологии, ставя целью спасения и гармоничного развития, вы находитесь в этой точке. в этой точке любая технология она спасает, она гармонизирована и при этом построена на в принципе обычной логике мышления, просто например, можно думать в одном месте и не управлять, а можно думать в каком-то геометрически другом месте и тогда управлять, а вот геометрия уже определяется пониманием, знанием законов или же иногда просто прямой геометрией, и получается, что когда ваша базовая точка это сознание, то вы ничего не можете разрушить, то есть это фактически технология созидания и этой техникой невозможно чего-либо разрушить, все равно, что строить дом это кирпичи, что совсем другое это невзрывное устройство, это не взрывать дом, и поэтому вот так как я объяснил особенно вот здесь важно то, что вот как бы вторая-третья часть вопроса то, что особенное понимание может быть я так выразил вопрос в применении и развитии этих техник вот что хорошо для студентов и будущих специалистов в том, что это такую позицию есть необходимо сразивать в любом направлении научном даже или практическом потому что сейчас за счет того, что техногенная система развития очень значит прогрессирует и уже были я как объяснял элементы самозапуска ядерных ракет в том числе срабатывали системы самозапуска бывают компьютерные какие-то вирусы и так далее то все больше возникает необходимость для реального спасения людей необходимость возложить функции контроля на собственно говоря сам статус человека то есть на его сознание и поэтому взаимозависимые технологии исходящие от человека это может быть так что это и так во многих случаях так и будет на мой взгляд ну правда в более далеком будущем что именно эти технологии обеспечивают вечное воспроизводство жизни что является целью и поэтому так как вот я как объяснил прибор например делает материализацию мы делали общее сканирование всей формы информации она реагентна предложим что-то если вот в базе данных я выделяю видеоизображение формы и по изменению формы сразу видно что происходит в реальности то же самое у меня есть диагностическая система которая позволяет просто атлас морфологического человека это имеет определенную форму информации в виде оптического излучения некого как бы зафиксирован в геометрической форме если взять заснять человека и выявить эту компоненту то наложение просто форм сразу видно любую клетку совершенно безболезненный метод и так же можно наложить вот есть элемент реальности как бы информация всего мира и делается вот это через этот прибор наращивается вещество делается наложение при этом ниоткуда ничего не было вытянуто то есть это система которая в более глубоком понимании основывается на понятии коллективного сознания то есть вся внешняя реальность она может быть рассмотрена как система разного уровня сознания включая сознание создателя растений животных людей и так далее и вот если люди например учатся менять сознание по системе вот этого развития то можно развивать в том числе так скажем те технологии которые не требуют особого или вообще не требуют ресурсообеспечения потому что что такое материализация через этот прибор мы же ниоткуда вещества не брали или там я вот делал в МГУ когда или просто вот я потом привезу этот протокол работа материализации я же не вытачиваю этот предмет то есть я его просто материализовываю за счет сознания и вот эти вот технологии я думаю вот в этом плане они на мой взгляд они просто желательны как можно более обширному распространению просто я в практике вот уже много лет с 91 года я уже начал на заниматься на научной основе с привлечением высокого уровня академиков в том ну еще СССР академий СССР и в общем-то путем различных решений и практики было доказано что совершенно только созидательное получается управление никаких деструкций нигде не происходит объяснение потом защитил в виде докторства диссертации это значит это не докторская вот физмат наука была еще другая докторская значит там как раз вот в том что как я объяснил вот этот элемент сознания которые связаны которые содержат только создательный компонент когда мы декларируем мы становимся только на него там есть вот система точности когда я оцифровываю стороны вот видеокамеры и смотрю как идет элемент событийный когда человек ставит предположим задачи спасения то он попадает только на этот элемент то есть как бы на элемент создания политической информации создания мира на элемент развития так что я думаю вот это будет более такой полный ответ что я считаю надо как можно шире применять в принципе кто кстати здесь проходит образование у меня он потом я считаю должен и это будет целью скажем ваши все-таки передавать эти знания тем более что если с точки зрения применения неких математических конструкций может быть это для некоторых людей это усложнено тех кто не имеет математического образования но эти технологии как вот эту часть лекции уже третью так скажем третью полупару я просто навсего словами читал а потом вот у меня много учеников с разных специальностей то что начитано словами они применяют для управления и все то есть кто-то в виде формул может познавать кто-то в виде просто того что вы объясните что такое существует это да вы можете этим пользоваться это похоже на то что там например человек зашел ну условно куда-то в баню с ангиной вышел у него ангина встречается там человек и смотрит что у того ангина нет потому что он зашел в баню но например тот не знает что баня излечивает от ангины вот если знать просто знать то можно и передавать и обучать то есть вот это принцип точно такой же я вот убеждался очень много раз работая особенно с пилотами с космонавтами что например они иногда интуитивно пользовались этим уровнем сознания иногда как бы не пользуются потому что думали что ну как это их просто мысли их мышление и не нужно например обращать внимание но когда это было передано в технологическую базу они такие потом делали мощные результаты у меня масса пилоты которые были списаны просто во первых уже списаны а у них иногда их только готовят иногда испытатели на 15 лет там бывает ну долго очень чтобы профессионал получился так они не кажутся сами себя регенерировали полностью они еще потом сейчас в принципе все кто у меня был они все летают хотя уже многие в возрасте очень таком существенном для для того чтобы летать так что вот я думаю что на будущее желательно строить свою же методологию передачи этой информации другим по возможности скажем диалектика ну развития такая ну более может быть упрощенная когда скажем несовершенные системы или там какие-то элементы они погибают не выдерживают скажем конкуренции или там их потом сами цепочки какие-то пищевые цепочки экосистемы еще какие-то системы социальные системы вот затем как проявление этого межвидовая борьба теперь отмирание например каких-то ну вот клетки новые растут старые там умирают там и так далее ну и так далее и скажем в системах там биологических и в каких-то там социальных у них существует такие такой инструментарий который расправляется с худшим там с устаревшим с уже который становится вредным там скажем и развитие идет в борьбе я уж не говорю о вооруженной борьбе которая вообще построена на то чтобы на противоположную она идет ну в зазеркалье куда-то то есть идет ну антиэволюция в сторону минус бесконечности если скажем здесь можно считать что это плюс бесконечности идет совершенствование там какая-то гармонизация вот как в этом плане можно это понимать или же просто это выделены какие-то какие-то векторы совершенствования вот а забыты или не учитываются то что рядом всегда что-то есть или всегда нечто совершенная форма она с несовершенной где-то она же находится в каком-то противодействии вот да я сейчас скажу с вытащу зрения дело в том что я занимался ну и сейчас у меня эта работа вообще говоря закончена в формальном виде в виде так скажем экспериментов с определенным уровнем вещества так вот понятие гармонизации развития значит в данном случае оно следующее то есть во-первых так как все строится на сознании причем сознание значит фактически так строится что может материализовать то есть создавать в данном случае конечно необходимо сразу здесь понимать изначально что первым критерием является это задача реального спасения людей где например не всегда следует ожидать что политические группировки договорятся и вообще в принципе этого не следует ожидать если это речь только о земле теоретически они могут договориться но а внешняя например угроза с системами неявного происхождения тем не менее человек должен выжить тогда получается что он может что-либо создавать логически мгновенно идеологически это может создать через сознание платы различные это концепция как бы столько элементов спасения и вот когда мы рассматриваем этот элемент и начинаем затрагивать существовавшее до например ядерного глобального уничтожения мировоззрения когда люди развивались там были войны и в принципе так мы не просто можем делать анализ мы просто являемся тем как бы видим что подобные системы также развиваются какие-то межвидовые происходили проблемы в животном мире в растительном и так далее но одно все-таки здесь есть компонент смышления одно дело когда мы например рассматриваем это с точки зрения эволюции вот развития где борьба предположим она приводит к определенному позитивному изменению а другое дело когда мы меняем концептуальную основу то есть мы в связи с тем что возникла угроза глобального уничтожения концептуальной основой я считаю должно являться уже то что надо создавать реальные условия для реального спасения и тогда получается нужно определить механизм который мог спасти хотя бы если один спасается земля остается значит земля не взрывается и это частное связанное с общим дает уже другое представление о развитии где элементом развития является прежде всего сознание которое нацелено на созидательность и тогда элементом так называемой борьбы является может быть уже не собственно говоря конфронтационная борьба или вообще говоря не вообще в понимании борьбы как некого конфликта а если понимать борьбу как работу по развитию например то здесь уже элемент работы заменяет тем что развиваясь не уничтожать все-таки важным является то что в условиях большого техногенного роста приборы построенные на основе сознания они там не уничтожают и любая технология развития построенная на основе своего сознания она гарантирует фактически если ее идеально развить вечное воспроизводство жизни что изначально и установлено так вот в качестве того что если например мы имеем действительно существующие виды развития и концепция является все-таки не разрушать то идеологическим уровнем и кстати совершенно конкретной системой в дальнейшем развитии является то что вот объект он просто эволюционизирует предположим когда впервые там я достаточно давно это через Совет Безопасующего России поставлена задача например обезвреживания например ядерной бомбы по данной концепции значит получается что если вот с точки зрения даже формальных уравнений туда не входит компонента деструктуризации предложим разрушения самой ядерной бомбы ну а туда входит компонента как бы нормы существующего пространства времени и при этом бомба например не взрывается так вот удалось создать систему так скажем параллельных но они не совсем параллельных как бы многообразных экранов помещая в которую бомба она как бы ну фактически можно называть так что она подвергается некой эволюции если вот бомбу положить например на тысячу лет она постепенно рассыпется например и все значит и здесь происходит то же самое она как бы мы ее там не взрываем это еще все время мне подарили там от Горбачо вот этот кусочек когда они там разрезали ракеты я как раз эту систему уравнения тогда сделал так вот специальная технология как бы которая позволяла бы разоружать или там любые объекты информации выводить в сферу где она начинает эволюционизировать фактически но эволюционизирует не разрушаясь эволюционизирует как бы в сторону благоприятную для всех то есть она потом становится неактивной данная бомба и более того я нашел систему мы когда поместили ну правда там это были эксперименты в Новосибирске значит радиоактивный излучатель так скажем поместили в эту систему экранов то мы даже получили как бы из вреда вообще возможного вреда получили пользу то что вот система радиации накапливалась на экранах давала преобразование и даже вот в общем-то стали получать там ферму получался железо проще говоря то что нам нужно например для строительства то есть проще говоря вот эти объекты которые возможно опасны их можно ввести как бы в систему их собственной эволюции ну как бы уустряя параметры времени и они тогда мы их не трогаем то есть концептуально мы их не разрушаем но если готовится бомба туда изначально не заложено что она обязательно должна взорваться она как бы готовится на всякий случай но и там же есть параметр если вот я когда описываю математику я именно жестко так и делаю есть параметр что например если она долго пролежит ну условно говоря в сырости то она начинает распадаться ржавчиной появляться и вот такие параметры моделируются и получается что любая система так скажем вооружения может быть при принятии политического решения определенным образом трансформированы вопрос стоит конечно в защите существующей как бы защите когда например река дряча идет о спасении конечно надо думать чем же тогда защищаться но реально управление материи на любом расстоянии и еще с основой на собственном сознании это максимальная форма защиты причем от любого объекта в том числе от объектов не только каких-то бомб в принципе от любого объекта включая объекты неизвестного происхождения но вот при этом какие-то есть соотношения между вот управлением сознанием и исполнением уже этого заказа управленческого технического исполнения то есть тут технические решения или это не важно это уже идет как-то совершенно не важно как и для скажем того кто занимается техногенными делами в том числе техногенным соседанием там скажем ну тут вот если химическое оружие там скажем какие-то фосфороорганические соединения сложные молекулы их там разрезать на на много составляющих на более мелкие молекулы которые там скажем безвредные или там еще какие-то ну разные могут быть самые вариации или или скажем превращение скажем какого-то вот очень опасного элемента высокорискового который направлен на крупномасштабное уничтожение ну тот же ядерный боеприпас какой-то боеприпас супер водородная там на ядерном синтезе скажем и вот его такая трансформация ну просто какое-то исполнение тут предполагается или это вообще не важно это черный ящик где на входе вот какой-то заказ и какая-то вот система управления не знаю а на выходе скажем какой-то искомый результат скажем безопасный продукт или там еще что-то я объясню с точки зрения управления конечно важным является любой уровень чтобы он вообще говоря подконтрольным то есть это основная задача любого управления особенно управления по системе спасения здесь важно конечно не иметь вообще черных ящиков в принципе то есть для управления сознанием в том и преимущество что строя приборы мы можем усиливать их действия или их например или действия их нейтрализовывать значит и здесь вот все-таки я думаю что основной задачей любого управления является значит детерминировать то есть логичность или хотя бы воспринимаемость единственное конечно если мы управляем неизвестностью средой то есть все-таки в первую очередь я думаю что независимо от любых приборов всегда надо создавать все предпосылки условия для развития сознания каждого чтобы он мог спасать например лично где-то там потому что ну хорошо если имеется приборная база всегда ли она сработает значит но тем не менее приборная база там усиливает какие-то элементы и может помогать или вообще делать за человек но вот я думаю в своей системе управления нужно конечно все элементы делать подконтрольными сознанием и не создавать каких-либо вообще уровней где бы сознание не контролировало ситуацию тогда мы точно гарантируем что в этом случае в идеальном так скажем и к этому надо стремиться и более того экспериментально удается доказать что так можно сделать и теоретически и практически причем поэтому получается что все-таки здесь вот концептуально это вмешаться как бы в любые сферы для созидания если речь например о системе глобальной возможной катастрофы глобальная катастрофа может теоретически начаться возможно начаться от того что где-то не сработает программа например ну самозапуск неких ракет и тогда получается начало с помощью сознания можно восстановить программный комплекс как восстановить может быть придется знать микроэлементную базу процессора понять и ее дополнить то есть я все-таки с точки зрения того подхожу что управлять лучше не какими частными задачами и вот студенты которые сейчас здесь изучают эту технологию конечно основной целью будет являться управлять для спасения любой системой и поэтому какая у них может быть в практике в общем-то ситуация это во многом будет зависеть еще от того вообще куда приложить усилия поэтому речь идет все-таки о доступе в целевом плане нужно но доступ должен быть все-таки возможно скажем так бесконечно развитым что ли вот так примерно то есть я бы все-таки не отделял хотя конечно эта технология позволяет делать там какие-то частные реализации приборные которые нужно развивать вот почему хорошо когда обучаются студенты могут развить каждый там свои технологии или там научить других реализовать в приборах там каких-то в собственных методиках но тем не менее оппозиционно оппозиционно всегда надо по-моему вот как я считаю по моим данным объяснять что нужно заниматься управлением как бы в понимании даже том что вот информация которая создает материю включая как бы материю самой информации даже так вот надо заниматься фундаментальным управлением чтобы можно было сознанием повлиять в том числе на системы там развития например общества в социальном плане создание каких-то специальных там конструкций реагирования например специального типа вот собственно говоря Михаил Анатольевич сегодня вот то что вы показывали это как раз система ну развития в этом направлении создание технологий самого широкого спектра начиная общего анализа и заканчивая там предположим частными совершенно уровнями поэтому я думаю что здесь конечно принцип обобщения и передачи знаний важен ну и принцип все-таки управления все-таки на самом высоком уровне вот в принципе например если я просто я проводил это правда управление ВОЗ Всемирная организация здравоохранения там я проводил работу по управлению фактически это тоже как элемент управления там по структуризации сознания по моей системе лекций которая кстати она зарегистрирована ВОЗ я там выращивал ну у кого-то там предположим были проблемы какие-то были ситуации когда вот часть органа отсутствовала это ВОЗ там медицинские проблемы там метастазы был там очень много там было вообще случаев вот когда они там ну там выполняли делая ориентацию нужную в общем-то определенных систем там я ввел такие параметры как даже система ориентации пациента например в пространстве там в палате короче говоря врачи все исполняли и вот я готовил например пациента его клали на компьютерный томограф в реальном времени было видно как вырастал орган но иногда очень быстро просто не успевали иногда так не очень быстро и вот орган например отрезанный мочеточник кстати вот это было у нас тоже зафиксировано в клинике в ФСБ в клинике потом значит выросший там легкого там кусочка который отсутствовал просто то есть там получается что я смотрю например через сознание воспринимаю как вообще на уровне информации орган создается скажем так как создатель делал и строю те же оптические как ну например введение каких элементов оптики конструкции в определенном пространстве вкладываю потом этот орган возникает то есть получается что я даже мне не нужно вдумываться в том как бы особенно что происходит в химическом плане да какие химические реакции какие физические вот преимущество то что все можно перевести в определенную визуализацию в определенный образ оптический например образ и зная чем мысленно я могу дополнить этот образ я получаю в реальности выражение в том что орган вырос вот более случаев когда прям мгновенно и вот потом я еще сделал там был протокол оновский поэтому делал сделан там я в виде значит зарегистрировал в виде определенной темы связанной тоже с принципами управления но это не в общем-то система не отличается от того чтобы там вырастить плату где-то то есть в принципе я только лишь обозначаю пространство мышления дополняю форму и реализуется некая там материальная субстанция предложена сейчас эту же работу я сделал там например компьютерную технологию программа выявляет форму дополнение правда компьютеру он собственно удалось там как бы одну микрочастицу вырасти и все собственно говоря он как бы не можно скажем опухоль убрать да можно здесь же важно чтобы во-первых если уж точно убирать чтобы как бы система была ориентирована на того кто делает я в ЮНЕСКО провел группу и собственно говоря это ВОЗовская тоже опять система всемирное здравоохранение вот когда врачи полностью подчинялись и пациентам не ну собственно говоря они не делали там например каких-то инъекций противораковых я говорю о злокачественном процессе четвертой стадии рак был ну правда они нас останали единственное что они там делали может быть очистительные какие-то процедуры и все но там задавали ориентацию что было это и все-таки из группы я все равно вот мне давали группы там первый период это было до скажу до 95-го по-моему там я их все вывел то есть вот все кого они дали я всех восстановил потом я когда на практике получил я в общем это проходили в Женеве работали в Женеве потом да там как бы они в виде медицинского центра нет во Франции кстати сейчас мне предложили одну государственную программу через ЮНЕСКО да вести по принципам как бы полной регенерации вот проще говоря ведь вот все всю теоретическую базу фактически которую вот я имею я либо делаю теорию потом подтверждаю либо из теории из практики беру теорию поэтому когда я достиг результатов полной регенерации там во многих в принципе областях получилось так основным элементом являлось фактически то что достаточно структуру сознания как бы сделать такую конструкцию в своем восприятии чтобы элемент реализовался и все и вот правда технологию можно еще перекладывать на приборные системы чтобы как бы те кто скажем долго этим не занимается могли это сделать сначала через приборы но потом как бы по типу как я сегодня в лекции этот прибор объяснял по этому типу строить свое сознание уже работать на основе сознания то есть все-таки приборная система я ее рассматриваю все-таки как ну постоянно как бы зависимую для того чтобы развитие именно людей было вечным а вот такая проблема с геномом знаете сейчас идет расшифровка если она будет расшифрована будет полностью вот геном расшифрован то в принципе может быть причина проблема вечной молодости как считается вот как ваше отношение к этой проблеме я считаю это большое все-таки достижение что удалось получить генетический код так более-менее приближенный к реальному я же занимаюсь фактически ну правда на основе только сознания личности то же самое принципом воспроизводства у меня там много случаев когда очень пожилые уже люди они преобразовываются получают у них исчезает морщин то есть они восстанавливаются поэтому но они делают за счет знаний за счет технологий с точки зрения генома все-таки эта техника ну скажем она во многом прибороориентированная но есть такой компонент вообще вот в информации если некая реальность появилась например молодые люди которые могут восстанавливать клетки за счет специальной активации гена предположим приборного приборной активации то в мире существует ну система как бы перетока информации эта информация будет распространяться явно или не и вот есть такое ну как бы они как бы обнаружили исследователи что если даже одна нация там возле другой как-то вот я нашел там они находятся долго они как бы обобщенные признаки начинают за счет как они понимают там некой биополевой системе или передачи знаний вот я думаю что это все равно будет полезно с точки зрения общей концепции значит через сознание добиваться того же самого потому что в принципе вот этот прибор он сейчас очень просто когда я его смотрю на цифре и показываю прямо эти лучи и когда человек понимает что как что сознание можно так же структурировать он в принципе получает то же самое но через сознание потом сейчас я в лекции объяснял были работы проведены у меня уже достаточно давно еще значит там в комитете по науке и технике назывался и там в общем-то предложим брали какие-то формулы вот ультразвук нагревал там температуру где-то на большом расстоянии люди конструировались через сознание и то же самое нагревали но они конструировались на формуле то есть и конечно ясно но когда например мы делали ультразвук мы предложим разбивали какой-то там элемент сознанием не разбивался то есть вот я тогда очень долго мы занимались это еще были академики СССР работали все время Бегматов очень известный математик и вот доказали что это ни в каком случае оно не разрушает сознание не разрушает да потому что там концепция такая сознание участвует в теме общих связей базовый уровень я немножко это затрагивал сейчас в лекции он заложен что все должно развиваться в позитивную сторону и вот когда мы говорим о созидании данной концепции мы как бы становимся на эту позицию на эту область информации она только воспроизводящая то есть там нет элементов разрушения и построены так приборы ясно что людей не уничтожит в любом случае мы говорим что ну все восстанавливается материя созидания вот известно что энергия ниоткуда не берется никуда не исчезает вот эти вот мысли которые сознанием ислам то есть это как это новый вид энергии какой-то который видать мы от себя как бы отбираем то есть мы теряем энергии фактически получается сейчас объясню дело в том что я не строю концепцию на понятие вот энергии в том понимании в котором значит говорят что вот энергия формирует ну некую там ситуацию в физическом понимании да там есть понятие энергии с точки зрения физики здесь вот сознание оно воспроизводит энергию то есть предположим люди которые знают ну например методики по регенерации то есть по омоложению они сами на основе своего сознания строят себе тело то есть строят молодые клетки потом делается кстати цитология и прям видны эти клетки минус 10 были уже у некоторых получилось минус 25 лет были как-то случаи у меня целая серия людей просто там я в юнеско заверял у нотариусов они их просто ощупывали брали паспорт там натягивали кожу и так далее то есть ну как бы зрительно они на очень много помолодели то есть это все делается за счет сознания то есть изначально здесь надо смотреть более фундаментальный принцип устройства мира например рассмотрев такой принцип как ну скажем создатель создает информацию и так далее но ведь душа скажем есть элемент сознания можно так назвать сознание может создавать вот я как раз вам и говорю здесь о том что создает сознание и поэтому и получается всеобщая безопасность данной технологии потому что речь идет только о том что создает сознание но не о том на что оно например может как бы реструктивно повлиять это другая система технологии и сознание здесь особого доступа не имеет то есть здесь надо различать это не техника перетока энергии это техника создания энергии ну вот то что прибора на кристаллах как бы создали он как вообще является передатчиком то есть каким-то я как понимаю вы приводили примеры с теми же самими летчиками которые выходили из чрезвычайной ситуации просто как концентрируя свои мысли вот без всякого вот этого прибора мы значит будем допустим стоять с этим прибором да вот то есть у нас уже как бы настрой должен быть положительный вот но уже от самого положительного настроя уже как бы сама же вот эта как вот биоэнергия она уже как-то положительно влияет но она влияет если с точки зрения биоэнергии вы исходите речь идет о том что я вам даю практику управления событиями а не там понятие биоэнергии вы должны восприятие события видеть но вы видите любой человек видит он видит предположим предполагает там но когда вы мыслите или настраиваетесь в нужной области вы получаете не разовый импульс как вот у летчиков происходил он там в экстремальной ситуации а вы получаете технологию а реальное каждый спасатель он должен в идеальном понимании в любом случае спасти то есть причем из любого положения есть у него приборы или нет приборов поэтому приборы в принципе они просто помогают например тем кто работает просто с приборами если они вот вы сейчас учитесь это иногда надо этому учиться там определенное количество часов а может быть человек он вообще и не знает что так можно делать то есть все-таки для тех кто знает я думаю надо рекомендовать всегда развивать собственный статус сознания значит предложим у меня были ситуации когда заваливало в шахтах людей значит и министерство значит штаб по-моему у них называется министерство топлива и энергетики горно-спасательных работ они в общем-то там меня приглашали и вот кто что сегодня говорит когда заваливает он долго потом не может да иногда значит какие-то сильные проблемы возникают вот я долго насыщал информацией что ли структурировал так сознание что там 3-3 суток было придавлено все равно вытащили и без особых почных сдавливания но там у одного сильно было но здесь в принципе такой вот я всегда говорю что надо работать конечно в реальных условиях то есть как бы не делать себе каких-то лишних работа есть работа это что надо работать просто решать то что есть как бы специально экспериментальные условия создавать это будет тогда совсем другое направление развитие экспериментальных базы но тем не менее в этом процессе я как-то сделал такой вот полезную вещь до этого я еще сделал значит просто взял две рыбы одну рыбу значит я никак на нее не действовал на другую структурировал чтобы она была свежей не распадалась они слежали на 5 сантиметров между ними расстояние и вот получилось так что два сазана небольших та которую я не делся она в принципе устала тухлый запах все стало распадаться а эту на которую я действовал она просто ну как в микроволновке усыхала и без тухого запаха все-таки засохла получилась типа вяленой то есть это ну как бы удавалось поддержать систему отсутствия распада но за счет конвективной отдачи там конечно она высыхала то есть поэтому так же вот там я делал восстанавливал растения которые там в авиации все время много работ проводил и вот потом когда мне этот случай у меня появился когда завалило шахтеров я как раз вспомнил можно же держать просто я почему говорю маленький факт вроде бы эксперимента там все-таки как бы что это какого-то типа может быть ну это вот был может быть один там два эксперимента я еще делал с радиоволной в основном просто надо работать в реальных условиях не экспериментируя просто спасая и все и поэтому ну там я правда делал это для химического для химического отделения университета я даже не совсем экспериментировал значит и вот там тоже результаты были обобщенные получатся этих рыб и вот я когда ту же технологию просто консервации даже применил первый раз там не было развития патологии но правда их потом вытащили когда они быстро за 2 суток он был сильно придавлен практически там просто кости было придавлено 2 плиты было и он за 2 суток почти регенерировался ну где-то правда через неделю он уже по-моему ходил хотя когда его осматривали и смотрели зоны деформации было невозможно конечно они в этом погибали и потом в принципе здесь ведь существует такая такой вот вы когда видите какую-то реальность вы все равно преобразовываете и если вот сейчас вот есть возможность в приборном смысле применить технологию в вакууме это в МГУ я проводил работы в вакууме там кислород можно сделать но эти как бы приборы насколько они могут сделать кислород и вдруг они там разобьются то же самое я начал эти эксперименты после того как я в вакууме сделал кислород просто через сознание то есть вот я думаю что надо развивать сознание по системе спасения и уже как бы помогает дальше людям которые может быть этим не занимаются очень активно делать приборы конечно все-таки такого типа надо то есть расширять но это тем не менее это уже приборы собственно говоря они могут быть или очень эффективны но они должны быть все-таки всегда зависимы от сознания человека вот я считаю так то есть от возможности того чтобы они ими можно было управлять там чтобы они не разрушали и так далее мы говорим что допустим если мы знаем как все строится да то есть это фактически научные знания уже да я правильно говорю в данном случае речь идет конечно о науке да то есть структуризация знания по моей системе спасения это наука и например я там читаю лекции в аспирантуре там они зарегистрированы в ООН в разных там их сейчас институтах читают правда вот за рубежом в том числе сейчас в двух местах то есть здесь речь не о том что наукой является то что ну в рамках идеи спасения то что спасает работает спасает ну реально работает так как я имею и практику и теорию и плюс еще там определенные виды приборных реализации куда входят как бы концептуальные вещи открытые вещи то конечно это естественная наука но она несколько может быть унифицирована в моем понимании потому что ее задача решать задачи спасения в любом случае а что там может встретиться либо физика либо химия либо литература либо социальное устройство общества вот тоже Михаил Андромич сегодня рассказывал то что вот занимается на самом деле агентство по мониторингу за чересчайными ситуациями фактически всеми задачами включая задачи там ресурсов задачи распространения там каких-либо технологий и так далее в задачах спасения приходится ну как бы даже вот логически приходится знать максимально а лучше вообще знать все поэтому эта технология она не отрицает все создательное что созданы не физические модели не химические естественно если они нужны они должны быть применяемы но она должна решать те задачи которые существуют реально то есть в любом случае надо уметь спасать и к этой как идеальной задаче которую я доказал ее можно практически решать просто надо людей вести вот я к чему как бы говорю что пора отменять вот предрассудки да например тех же людей там которые что-то читают там все отрицают например да и что дети в школе уже должны быть знакомы с этим фактически ну это я считаю да просто вот я отдал свою программу образование она сейчас также зарегистрирована в ЮНЕСКО и распространяется в государственных колледжах например в Лондоне сейчас вот потом в Канаде вот здесь отправили как мне сказали где-то около 8 что ли тысяч школ сейчас хотят туда переправить методологию образования где очень простая система вместо того чтобы например я беру эту книжку там читаю 10 минут предположим если внимательно а может быть с другого уровня внимания может я буду день читать предположим но я могу просто взять этот листочек там или даже 5 листочков и взять это изображение выявить в виде оптики и вам просто передать и положить вам я вижу детектор где вы принимаете со стороны позвоночника я взял положил и все и вы проанализировали привязывал к статусу спасения например других людей себя и все тогда мне не нужно передавать знания через такое длительное чтение для я в свое время передавал знания например там была ситуация в ядерной станции как бы я мгновенно передал систему знаний оператор отжал нужную кнопку в авиации были ситуации то есть как берут предположим сначала у меня в авиации были ситуации когда я каталог смотрел а руководство полетов прямо с листа перебрасывал у них возникало знания они как бы начинали двигать то что нужно в этих приборах а была ситуация когда например не было каталогов например по ядерной станции там как бы сказать реактор показывал было превышение давления и вот противоруководитель он упал в обморок противору было без сознания и остался оператор а по критерию времени оставалось там две минуты стали все выбегать и какие-то ну как бы у них шлюзы стали закрываться значит оператору как можно было передать знания вот например теоретически его там брать и там учить что-то он должен там отжать кнопку может мне год надо научиться что-то я ну есть понятие прямого доступа считал информацию как бы где это находится эта система функции прямо она в книгах в общем-то и просто вот в виде оптической сферы взял там ему положил и он потом говорит вот его как бы как ну типа там какой-то импульс прям мышцы взвернулись и он взял и отжал несколько кнопок и все и стала ситуация как бы сниматься это вот система мгновенной передачи знаний если для системы спасения это нужно это надо осваивать ну это нужно осваивать но вот например в школе в обычных школах сейчас я уже где-то с 92-го года одну школу правда в Узбекистане веду там многие дети там стали занимать первые места слепо а в глухонемых в первые места стали занимать в международных конкурсах поэты потому что информация закладывается в принципе по прямому уровню и конечно это даже не совсем предрассудки недавно я читал статью тоже связанную с прогнозом значит и были рекомендации кстати рекомендации в соцбезопасности сказали отослали что вот те ну как юридический факт считается можно установить по законодательству мировому уровню если три раза повторилось это считается как факт 12 раз это как бы системный факт и это должно регистрироваться если вы три раза или 12 раз показали что вы можете условно говоря диагностировать машину какую-то и на на 20 раз вы в какое-то ведомство отдаете что вы можете диагностировать они в меры не принимают то с точки зрения юридических законов вам достаточно взять 12 протокол и они должны вообще говоря объясниться почему они то есть это не совсем предрассудки по международному праву предположим я беру там несколько раз такое было беру там предложим сборник того что я там диагностировал сам да какие-то технические вещи отсылаю в какой-то регион они смотрят что я это делал я даю там сводок международного права и они обязаны реагировать на эту информацию потому что значит если я так считаю предложим нужным другой вопрос насколько это я делал только несколько раз когда речь шла о системах о которых я говорил когда вот может быть проблема как бы глобального уничтожения людей вот тогда как бы я этим пользовался а так в принципе так надо людям просто объяснять если предложим какие-то частные а вот недавно была там инициативная как бы группа там ученые входят академики входят по запускам станции тоже было как бы не взяли информацию когда ракеты эти падали хотя она была и они говорят вот мол на самом деле значит это как бы и ресурсы они там стали как обычно говорить налогоплательщики вам платят а вы эту информацию не берете но проще говоря у них те кто информацию по официальным каналам там и он направили и они когда вот не берут у них в общем-то может быть конечно к ним вопрос естественно но когда нет возможности глобальной катастрофы он конечно такой вопрос как бы для них это может достаточно условно по данным законодательства но когда речь идет о том что может погибнуть большое количество людей как бы в глобальном понимании вот сколько раз я давал он моментально реагирует вот у меня не было ни разу чтобы хоть раз у меня как бы информацию ну кто-то не взял хотя из другой страны там были из других стран несколько раз было поэтому эту технику конечно там надо развивать как-то убеждать но даже существующие нормативные акты международного права позволяют уже сейчас распространять если вы например технологически там можете пусть даже сенсорно делать диагностику и вы считаете что вот это может повлечь очень большие мертвые они обязаны рассмотреть понимаете но я обычно делаю по-другому я если вот это касается я как бы все-таки сначала показываю потом где-то даю какое-то подтверждение в общем-то в такой достаточно мягкой форме данная часть лекции по системе превращения катастроф и по уровню безопасного развития я скажу о такой технической части которую необходимо делать после каждой лекции после освоения вообще любого уровня материала обязательно распределить информацию от реальности на условно две части значит первое то что вы воспринимаете и то что нужно мысленно или с помощью данных методов менять и получать то чтобы в реальности это не осуществилось например некая катастрофа или проблема и второе это управление реальным процессом если вдруг у вас получилась информация о какой-то проблеме например необходимо спасти где-либо где-либо тогда вы должны выделить часть входящей информации и часть например которую следует преобразовать дело в том что так как я даю управление любым процессом включая процессы которые относятся к прошлым событиям вы должны управлять также информацией входящей то есть не фиксировать отрицательный план который вы получаете например на первом уровне доступа к вам информации а видоизменять до уровня минимизации предположим ну конкретная ситуация например поступает там мне информация о том что возникает такая проблема на ядерной станции что может быть в принципе взрыв как бы в любом случае вот у меня из моей конкретной практики или там на самолете и так далее значит тогда я начинаю менять эту информацию реструктурирую ее и значит довожу до минимального уровня что это либо ошибка диспетчера либо кто-либо неправильно понял информацию и так далее в реальности так и получается в основном то есть принцип управления текущими событиями это реструктуризация уже статичной информации уже известна значит поэтому смысл спасения в том числе в каждом как бы итеративном шаге ваших действий будет так же в том чтобы на каждом шаге минимизировать процесс например уже фиксированных разрушений значит этот принцип он очень близок к системе регенерации то есть восстановление предположим организма то есть лечение от заболеваний потому что в практике духовного управления в практике иррациональных методов то есть прямого доступа к ткани существует такой же принцип система которая называется например болезнью это та информация которая определяет определенной скоростью обладает например скоростью и функциями и ваша задача на каждом уровне минимизировать эту область информации это получается лечение тогда значит если это процесс связанный с материализацией который необходимо сделать или например изъять вещество если его много например процесс горения и капает что-то у меня были в практике случаи и заливает плату надо значит счищать это получается то есть вот когда вы работаете с той реальностью которая существует у вас именно в практике спасения методология возникает на уровне восприятия достаточно быстро в данном курсе лекционном в этой части лекции я опишу законы связи то есть то уравнение которое было в обобщенном виде с которым вы должны были работать и будете работать оно касается унифицированного уровня доступа сейчас я буду распределять доступ по значит областям дело в том что в каждой области существует своя система связи с точки зрения вашего сознания и вы можете зная эти уровни связи управлять уже в частном уровне то что я распишу это как принципиально методологическая основа в дальнейшем для любого элемента ваше восприятие вы сможете разработать собственную систему управления например по данному типу или использовать ту которую скажу которую дам я значит учитывая что например рассмотрев все явления реальности таким образом что значит выделить можно из них какие-то логические существующие связи можно применить структуру сознания по системе спасения и управления на спасение по отношению к каждой части одно дело значит вырабатывать импульс который например существует вне вас и который нужно создать заново эта работа методологически может быть очень объемной если вы технологически отработаете работу в разных совершенно областях изначально которые логически известны например это медицина прогнозное управление наука например управление в политике предположим в социологии управление в медицине или же в экономике в том числе управление всеми известными уровнями восприятия которые сейчас есть то вы во многих случаях будете делать это практически сразу то есть не затрачивая какой-либо специальной системы что ли для разработки например совершенно новой методологии то есть проще говоря чем больше частных случаев вы исследуете сами самостоятельно тем вы можете быть более подготовлены значит в дальнейшем когда вы еще посмотрите практические материалы есть есть такой трехтомник практика управления по спасению у меня и там есть совершенно практические материалы которые касаются конкретных случаев управления и там разбита по областям например техника управления некими явлениями как например значит перезаписью программ без использования клавиатуры там стирание вируса без антивирусной программы потом значит лечения то есть разделено на несколько уровней по системе возможных проявлений реальности то та практика будет вам использована таким образом чтобы вы смотрели как это сделал я и старались сделать аналогично не обязательно то же самое но аналогично таким образом вот сейчас я начинаю фактически детализацию значит общего уровня управления по каким либо разделам которые буду я здесь представлять первый раздел называется прогнозное управление или прогнозно ориентированное управление в данном случае прогнозно ориентированное управление подразумевает выделение прогнозной фазы в связи с этим формальный аппарат математический он соответственно будет зависеть от этой постановки задач для прогнозно ориентированного управления прежде всего надо выделить фазу будущей реальности. Поэтому я введу такой термин, как, например, g1. То есть я воспроизвожу неявную функцию, которая определяет коэффициент, который я назову k1 и t, коэффициент воспроизводимости прогнозной фазы, то есть все возможные варианты, которые могут быть. И этот коэффициент, он определяет функцию g1 как функцию пространства вашего мышления. Значит, когда вы используете понятие мышления, то в данном случае, здесь я сейчас буду вам диктовать g1 от g1, то есть неявная функция равна k1 с индексом i, и ниже, чем 1, и в скобках стоит g1 от пространства мышления. p в данном случае это пространство мышления. Значит, так как я здесь не проставил в данном случае знака, как конкретного знака, то k1 от i может быть, во-первых, функцией, но k1 от i может иметь знак умножения. Так вот, когда вы исследуете, например, пространство мышления, то вы видите, что многие связи, которые вы воспринимаете, даже логически, могут быть либо функциональными сразу, либо могут быть как связи, связанные с таким, например, действием, как умножение. Предположим, если вы видите, смотрите на какой элемент реализации, такой как пожар, то тогда там понятно, что это может быть функциональная зависимость, то есть коэффициент k, это может быть просто система, описывающая в функциональном виде ваше пространство мышления. Но вы можете рассмотреть пожар как детерминировать, то есть совокупность горящих, например, деревьев. Тогда вы ставите здесь знак умножения, и вы все равно получаете в реализации ту же функцию управления. Значит, так как я сказал, что в прошлой лекции все зависимости, которые приводят к данной функции, можно объяснить, предложим, тензорным анализом, мы говорим сейчас только о конкретном приложении этих функциональных связей. Примерно на том же принципе, как я сказал, что если мы берем, предложим, уравнение ультразвука, то при концентрационном уравнении можно повышать температуру, предложим, в жидкости за счет ультразвуковых колебаний. То есть это практичные формулы, которые, запоминая или которые, отсматривая на листе бумаги, можно практически уменьшать, предположим, температуру или гасить в том числе пожар. У меня были ситуации, когда я специально взял книжку Игоря Самарина, которая не сгорела при температуре свыше 1000 градусов, которую замерили, вообще говоря, датчики потом при исследовании. То есть речь идет о том, что можно создавать специальные условия через свое сознание, которые компенсируют, предположим, возможность изменения материи, и вы можете сохранить объект или уменьшить пожар. Пожар я провожу как частный случай. Поэтому в прогнозно-ориентированном управлении я напишу так, что вместо, предположим, цифры я просто пишу прогнозно-ориентированного управления. И получается, для прогнозно-ориентированного управления, например, это будет формула-1 в частном уже уровне управления, мы имеем вот следующую систему связи. Как я объяснил, если вы хотите использовать, вам надо либо ее запомнить и как массив информации вывести в зону управления, где в качестве прогноза, например, вы можете или видеть, или знать, или догадываться, или иметь логическую информацию о распространении огня. Не обязательно это огонь. Это может быть любой элемент реальности. Но когда вы смотрите П, пространство, которое, можно сказать, что это пространство мышления, то вы можете в пределах пространства строить любые композиции. Например, не допустить распространения болезни с прогнозно-ориентированной фазой, не допустить, предположим, развития некой катастрофической ситуации, предположим, зимотрясения и так далее. Поэтому здесь речь идет о том, что в зависимости от того, как вы меняете свою структуру сознания, то есть фактически мышления, в том числе, вы получаете соответствующее управление. Следующий формальный аппарат я напишу для такого уровня, как научное исследование. Занимаясь научными исследованиями или, вообще говоря, любыми проблемами, которые связаны с формальным выражением, к понятию науки можно отнести в том числе и филологию, и, например, естественную медицину, не только, например, те вещи, которые выражаются, например, физико-матемическими выражениями. То есть любая область, которая может быть описана, которая может быть названа наукой, относится к этому уровню управления. Значит, в этом случае формальная зависимость будет такая. Я пишу функцию из трех значений, которая равна обратному значению К1 от И. Значит, в данном случае К1 от И подразумевается как функция от Ж1, от пространства мышления. Значит, я это специально описал словами, потому что потом будет ясен метод матричных, так называемых, перестановок в данном уровне управления. То есть это будет, можно менять и получать комплексные значения для обобщенных ситуаций. Значит, так как я разбил на три компоненты, например, одну функцию предложил, мы берем пространство и разбиваем на три компоненты. Но три компоненты мы вводим, потому что мы так думаем. Значит, и вот если мы введем трехкомпонентное мышление по отношению к любому процессу, например, в науке, то любое значение реальности мы можем считать описанным в трехкомпонентной системе. Хотя мы, если захотим, можем описать и в двухкомпонентную, но тогда одно решение может быть более удлиненным. Если в однокомпонентной системе, то эта система может стремиться к бесконечной точке, например, максимально большой и бесконечно удаленной, которая имеет меньшую степень адаптации, например, к вашему восприятию. Поэтому вот здесь и существует закон восприятия, который говорит о том, что чем мы дальше удаляем комплексную область, которая зависит от функции, от вашего мышления, то есть делим, проще говоря, единицу делим на это число, тем мы увеличиваем детализацию в вашем восприятии. Поэтому, если мы берем однокомпонентную область, предложим, мы пишем функцию G1, то тогда здесь будет, например, не единица, а некое число N, которое увеличивает в количественное выражение воспроизводство вашего мышления. То есть, проще говоря, мы всегда должны иметь константу, мы должны иметь строгую константу для осуществления в любом случае акта спасения. Поэтому, когда вы в мышление закладываете трехуровневый пласт, вы любое научное, я назову так, управление, управление в науке можете получать точно. То есть, предложим, вы решаете какую-то формальную задачу, мы предложим методом дифференциальных уравнений или каким-либо другим методом. То вы, решая данную задачу, можете усилить его устойчивость, если, значит, построите это уравнение в соответствии с тем, как вы мыслите, то есть, по этой жесткой схеме. И тогда получается, что ваше решение может иметь как формальный вид, который вы имеете в дифференциальном уровне, вы также можете применить то же самое в дифференциальном уровне, если вы распространите элемент мышления. То есть, проще говоря, то, что вы заменяете своим мышлением и что бы вы хотели получить, тогда получается, у вас получаются добавочные коэффициенты в дифференциальных уравнениях. Например, я решал таким образом задачи, связанные с защитой объектов в космическом пространстве, где в экспериментальных условиях нельзя было проверить, но, тем не менее, потом эксперимент, когда уже он осуществлялся, он подтверждал, что те коэффициенты, которые я вводил в дифференциальных уровнях, они оказались справедливыми. Но я их вводил изначально, используя тот закон, который я изложил в труде прикладной структуры создающей область информации, что любую структуру сознания можно перевести на физическую реальность. И тогда по закону этого перевода, в данном случае, в частном случае, для управления научными исследованиями, этот закон может конкретно являться тем каноном, который подразумевает выбор единственного варианта при научных исследованиях. Потому что, как только вы фиксируете свое сознание на уровне будущего контроля, то вы можете получить совершенно четкую и однозначную картину. Ну, предположим, можно сразу иметь ответ решаемой задачи. Потом вы в трехтомнике посмотрите эксперименты, которые проводились, например, для ответов в области химических реакций, для ответов в области математических уравнений и так далее. Там удалось, причем постоянно, когда ставилось задачи, это были работы, например, по химическим уравнениям в Россоцком университете проходили, что процесс еще не был известен, он был примерно три месяца на достаточно сложной технике получали ответ, но за счет такой методологии мышления ответ получается сразу. Поэтому, значит, данная система это фактически получение точного ответа, которое позволяет в том числе не проводить сложные научные исследования. В случае, когда вам надо проанализировать образец или принять быстрое решение для спасения людей, такие технологии, они будут нужны для увеличения скорости или просто иногда другого ничего и нет. предложим, для некоторых вещей в космическом пространстве другого способа получения информации просто нет. Потому что расчетные методы известной математики, ортодоксальные, предложим, они там не работают. Следующий уровень я назову как уровень управления политикой. Учитывая, что есть информация политического содержания и я через прогнозное и научное управление сделал следующий уровень, который я назвал управлением в политике. Так вот, когда мы рассматриваем политическое управление, которое является фактически неким синтезом экономических или же идеологических устоев, то мы можем сказать, что если, например, политические системы были бы уравнены, то меньше было бы шансов на то, чтобы началась ядерная война. То есть, когда мы рассматриваем все области управления с точки зрения этой области, политическое управление представляет собой решение совершенно конкретной задачи. То есть, если вы занимаетесь, например, решением ситуации по спасению во всей области, то все равно вы видите, что какая-то происходящая ситуация, которая может вас теоретически коснуться, будет связана с политическим управлением. Предположим, если развиваются разные государства по-разному и так, что они могут быть конфронтационны, то вашей задачей на уровне восприятия будет являться в том числе и политическое управление. Значит, в данной области я специально оставил здесь пространство научного управления открытым, значит, в этой формуле для того, чтобы ввести и перейти к политическому управлению такую ситуацию, как, например, пространство мышления, мы назовем его П1 в формуле для научного управления. Значит, когда мы говорим о политике, то политика та структура, где используются, например, методы, например, научного прогнозирования, политического, экономического и в том числе понятия личной идеологии. Если все мы элементы описали в виде, предположим, индекса П1, то есть пространство обобщенного мышления, это пространство реакции объекта, например, внешнего и не обязательно только ваше мышление, то для политического управления функция Ж1 от П1, я напишу так, деленное на на G1 от G1 будет равна тому же самому коэффициенту К1 от И от пространства 1. Значит, пространство 1, то есть G1 от В1 G1 от G1 будет равно К1 и Т от П1. Значит, в данном случае, когда вы рассматриваете область равновесной, так называемой фазы сознания, то есть, когда вы воспринимаете максимальное количество информации, например, за единицу времени, то индекс П1, индекс обобщенного уровня мышления, так скажем, он при его развитии, если предложим, происходит некий конфликт между государствами, начинает быть управляющим по отношению, предположим, к вашему уровню управления. И поэтому управление в данном случае осуществляется через индекс И. Индекс И, он специально введен для того, чтобы компенсировать в коэффициентной базе любое развитие ситуации, то есть, если вы выделяете здесь индекс И, то есть, назначаете его равным единице, там, или ста, в принципе, вы находите для каждой ситуации свое число, то вы управляете макромассивами, куда входит в том числе и та идеологическая структура, которую можно назвать политическим управлением, и где управление зависит иногда просто от личного мнения человека, или от той ситуации, когда этот человек определяет управление. Предположим, президент может оказаться в ситуации, когда нужно принимать решение какой-либо страны, и в этом случае решение может быть либо зависимым от ситуации, либо собственным, либо учитывать ситуацию, либо он может не знать. Тем не менее, в макромассиве информации через индекс И вы можете уравновесить общую ситуацию с учетом опять же уровня прогнозного и научного управления. Следующий уровень я назвал социального управления. Значит, в социальном управлении подразумевается, что вы имеете дело с тем статусом, который определяет не просто, например, жизнь людей в социальном аспекте, это любые бытовые элементы их реальности, но в том числе и взаимодействие людей как в частном порядке, например, с животными, с природой. Конечно, политическое управление влияет на этот статус, но мы говорим об обшенной, то есть макронастройке. В области самоуправления формула в первую очередь выражает больше работу каждого индивидуума по отношению, например, к проявленной среде. То есть это экологическое развитие общества, это, например, процессы, связанные с репродукцией, то есть принципами, например, вечного воспроизводства жизни. И здесь в первую очередь важным является автономизация, то есть выделение функции ЖФ, то есть функции вашего управления, как функции, связанные с областью унифицированного, то есть общего управления, где частное подразумевает включение контроля за всем массивом информации, в том числе и в область политического управления. поэтому я здесь пишу так, что функция Ж из формулы обобщенного управления является функцией Ж1 от обобщенного пространства П1 и все это равно константе. В данном случае Ж1 от П1 равно С константе. Когда мы говорим о таком подходе в область социального управления, то мы сразу выделяем статус С констант, то есть каждый индивидуум, вкладывая в пространство мышления, например, вечного воспроизводства жизни и плюс вкладывая функцию Ж индивидуальность, то есть принцип индивидуальности через обобщенную функцию, мы можем добиться безопасности, получается развитие любого объекта информации с точки зрения социального воспроизводства с учетом опять же практически всех элементов управления, которые изложены выше. Если мы рассмотрим эту систему как матрицу, то предположим, меняя Ж1 от Ж1 с С, то есть меняя в матричной системе просто расположение слагаемых, мы получаем, что константа в прогнозе на рейтинговом управлении, то есть то, что вы должны получить в любом случае, например, спасение, для чего вы делаете прогноз, должны спасти, зависит от пространства обобщенного управления Ж1 и пространства вашего мышления П, в тот момент, как пространство вашего управления является константой, но при этом она зависит как неявная функция от области обобщенного управления. Таким образом, в качестве самостоятельной работы является получить подобным образом выводы, например, делая соответственно перестановку, так скажем, в матричном уровне решения, перестановку слагаемых и возможно, если это у вас будет такая возможность, получить решение в матричном виде, значит, чтобы получить, например, конкретное число из данной системы уравнений. Значит, описанные, скажем, структуры, которые здесь охватывают в обобщенном или в конкретном виде, в основном и сторону, значит, которая относится к физической правильной реальности и сторону информативной реальности, можно расширить и получить из нее или же, например, получить автономно через конкретное уравнение или же просто создать систему, которую я опишу как духовное управление. Рассмотрев, предположим, развитие любого элемента реальности, можно рассмотреть такой статус, что то, что воспринимается зрением и то, что воспринимается, например, духовным видением, иррациональным или ясновидением, в общем, любые спектры восприятия, которые не относятся к физическому, так скажем, то элементы предложенной информации, такие как микросистемы или даже макросистемы, они могут рассматриваться в виде элементов, которые растут от начальной области, например, от области которую создал создатель, можно ее так назвать. Так вот, когда я говорю о духовном управлении, то я сюда вкладываю смысл, в том числе управления в области религий, управления в области идеологии, управления в области концептуальных систем развития, как в науке, так и в технике, так и, например, в области, например, духовного воспроизводства развития. духовного воспроизводства развития это культура, предположим, искусство, и, в общем-то, любые вещи, которые можно отнести к искусству или культуре, в том числе научные исследования, там, где есть творчество, там, где есть задачи вечного воспроизводства жизни. Так вот, в области духовного управления первым принципом является существование составляющей вечного воспроизводства жизни, то есть фактически статус нормы должен быть информации для всех объектов, которые вы могли бы считать проявленными. Например, если рассмотреть развитие религии, то религии ортодоксальные и фундаментальные, которые, в общем-то, стремятся сохранить физический мир, например, там целью является неразрушение. И все фундаментальные религии, которые ведут к неразрушению, они обеспечивают реальное причем воспроизводство жизни. Так вот, норма, то есть вечное воспроизводство жизни, в данном случае будет выделяться как норма событий. Значит, поэтому в области духовного управления, в частном случае это управление в области религии, значит, здесь концептуально и фактологически следует выделять норму. В данном случае понятие нормы это обычная математическая норма. То есть я ввожу норму, я обозначу ее двумя такими вертикальными явлениями и пишу так, что норма от Каитова это есть С, константу, которую мы получили в облах социального управления, умноженная на G от G1. Таким таким образом, значит, пройдя, скажем, путь от прогнозного управления, где, казалось бы, норма, она присутствует в области вашего целевого уровня, мы приходим через научное исследование политическое и социальное управление, мы приходим к нормированию вашего духовного импульса. Нормирование вашего духовного импульса, то есть управление областью, которое относится, например, к области религиозных представлений или области воспроизводства идеологии, требует в определенных случаях совершенно конкретного решения. Например, если мы вместо этой константы заложим некую составляющую, то получается, что нормирование зависит от множества возможных решений. Одно из возможных решений может быть отрицательным. Следовательно, нормирование подразумевает обязательную константу по достижению результата. В современном мире нормирование, то есть точное прослеживание идеологии развития, это совершенно необходимая концептуальная и практическая вещь, которая должна приводить к тому, чтобы вы получали обязательно точный результат. Предположим, ядерный синтез. Если можно было заложить своевременно структуру развития информации по недопущению воздействия на человека, то можно было бы синтез рассмотреть по-другому. Любое научное исследование, которое существует сейчас, необходимо рассматривать с точки зрения безопасности развития, не обязательно только научное, это любая технология и любая репродукция мышления. То есть если вы например рассмотрите в дальнейшем и убедитесь на практике, что мышление является управляющим уровнем в физических в том числе событиях реальности, то норма духовного управления сводится к единому импульсу, где импульс создает многообразие форм. Форм в том числе например живой так называемой природы или форм всей внешней реальности. То есть фактически это можно свести к одноимпульсной системе в развитии которой искусственно просто вводя элемент времени вы можете в описательном виде получить все элементы реальности. Например конкретные были проведены опыты взяв изначально форму человека и заложив эту форму были опыты проведены что просто взята была кукла. то есть форма человека в виде конкретного физического уровня куклы и в вакууме эта форма стала организовывать молекулы кислорода. То есть фактически если мы мысленно закладываем эту форму вместо этой куклы мы все равно можем получать молекулу кислорода опираясь только на форму. Если например рассмотреть все явления реальности с точки зрения формы например человека то мы можем описать модель например используя мою теорию волнового синтеза как модель развивающаяся от человека то есть каждый элемент реальности будет описан так и модель движущаяся в сторону формы человека в сторону принятия формы человека то есть это динамичная часть фаза реальности а статичная фаза реальности это форма которая исходит от человека Таким образом, любое явление реальности мы можем описать совершенно конкретно в каждой точке его проявления и при этом совершенно конкретно и точно знать, что с этим явлением будет происходить. И для этого оказалось достаточно только формализировать норму. То есть понятие нормы в данном случае проявлено, например, когда мы имеем в виду форму человека, но она может быть также проявлена, когда вы имеете в виду норму события, любого события, предложим отсутствие пожара, отсутствие землетрясения и так далее. Продолжение следует...